Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Так же, как и у предприятий лесной промышленности, которые готовят немало инвестиционных проектов, сказал чиновник. Сосолятина назначили и у министра в конце марта. Полномочия министерства с его назначением решили расширить, включив в его ведение не только промышленность, но и малый бизнес. Программа Экономика. Число вакансий в службе занятости в два с половиной раза больше числа безработных. За четыре месяца от работодателей поступило порядка 25,5 тысяч вакансий. Численность официально зарегистрированных безработных – 10 тысяч. Всего, по данным службы занятости Кировской области, с начала 2021 года они трудоустроили 7 тысяч человек. Уровень регистрируемой безработицы снизился с 3,5% до 1,5% экономически активного населения. Работодателям теперь еще начали доплачивать за прием безработных. На таких условиях взяли на работу более 100 человек. 60 кировчан записались на бесплатное обучение в рамках федерального проекта «Содействие и занятости». Чаще всего они выбирают в получении навыков повара, парикмахера, швеи, работника автосервиса, специалиста по госзакупкам и предпринимателям. Экс-директор филармонии имеет большие шансы выиграть. Суд по восстановлению на работе Эльвира Раскопина судится после того, как ее уволили за несоответствие образования должности. Юрист Ян Чботарев уверен, что филармония проиграет суд, потому что требования по обязательности диплома к консерватории нигде не прописаны. Были при увольнении другие процедурные нарушения. А как быть в случаях, когда работодатель вынуждает уволиться по собственному желанию, что почти лишит возможности отстоять свои права в суде? Советы дает управляющий партнер коллегии адвокатов Дзукаев-Глотов и партнеры адвокат Андрей Богданов. Во-первых, не подписывать никаких бумаг, если вы не понимаете, какие последствия повлекут эти бумаги. Если вы не согласны в душе с тем, что вам предлагают. Взять паузу на день-два и проконсультироваться у юристов и начать ориентироваться в ситуации именно с правовой точки зрения, а не с морально. Большинство людей именно на настроении, на конфликтном готовы что угодно подписать, лишь бы как-то разрешить конфликт. Это не надо делать. На работе стараться хранить, получать, требовать копию трудового договора. Вообще, в принципе, какую-то документацию. Это все можно заранее сделать, до того, как начнется какая-то конфликтная ситуация. Третий совет. Не надо бояться защищать себя. Случай увольнения якобы по собственному желанию недавно произошел в одном из кировских театров, после того, как сотрудница отказалась удалить из соцсетей пост с критикой Минхульта. В завершении о валютах. Доллар сегодня 74,14, евро стоит 89 рублей 51 копейку. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101FM. Ольга Балезина, новости экономики в Кирове.